Последние новости из Туркменистана. Читайте нас в Телеграме и не забудьте подписаться. 12 мигрантов из Туркменистана были задержаны в микрорайоне «Белые столбы», что в городе Домодедово Московской области России. Как сообщают источники Turkmen News, граждане Туркменистана уже более суток содержатся в городском отделе миграционной службы и с полудня 26 марта не выходят на связь. Мигранты работали в «Белых столбах» на складе одного из маркетплейсов. После теракта в концертном зале «Крокус-Ити» проводились полицейские рейды, в ходе которых 12 туркменов забрали прямо из общежития, все они находились в России нелегально. У одних уже 2-3 месяца как закончилось действие виз, а у других даже год назад. Пока известны имена двоих задержанных. Это Ялдаш, Ибатыр, Тораевый дядя и племянник. Родственники опасаются, что в связи с непредсказуемой обстановкой после теракта задержанные могут стать жертвами злоупотреблений. По закону, им грозит штраф и депортация на родину. Первое время после задержания они общались с родственниками в Туркменистане через мессенджер, а потом пропали. По неподтвержденным данным, задержанных обещали освободить за взятку в размере 100 тысяч рублей, но они не смогли дать такую сумму. Ранее они организованно отчисляли с зарплатой некий процент, чтобы полиция не трогала их общежитие. В результате терактов в Крокус-Сити-Холл погибли по последним подсчетам 139 человек. Задержаны несколько нападавших, ими оказались граждане Таджикистана, действовавшие от лица запрещенной организации «Исламское государство». После этого полиция по всей России стала проводить рейды против мигрантов, начались облавы на людей, не имеющих легального статуса в стране. Профилактические мероприятия проводятся и в других странах. Так, задержание людей подозреваемых в связях с ИГИЛ прошли в Турции. Хотите сообщить что-то важное? Пишите нам в секретном чате Телеграма. Мы никогда не раскрываем свои источники и гарантируем вам полную анонимность.